Ничего не говорить, я могу принять обет молчания. Она скажет, все за меня. Toyota Camry. Мой стиль, мой статус, мой бизнес-класс. Вот, смотри, смотри, целевая аудитория Camry. Мщица, мщица, по шоссе машины обгоняет все. Моя Toyota словно птица. Может, мне все это снится. И сегодня у нас на тесте автомобиль, который я бы сказал, что это тайные мечты вагодрочера. Потому что все то, что в ваговских машинах хорошо, тут обычно плохо. И наоборот, все то, что здесь хорошо, в ваге у них какие-то проблемы. И надо начать, конечно, с того, откуда у нас этот автомобиль. Ведь у нас с Toyota, скажем так, отношения были похожи на какое-то суперзатишь. Или даже на холодную войну. В любом случае, вы очень часто просили Toyota Camry в последнее время, именно Toyota Camry, в комментариях. Поэтому я решил в очередной раз им написать. И знаете что? Они ответили. Раз, два, три. Это полочка Toyota Camry. Однако 40 весит стреляли. Какой 40? Здесь поворот такой, что надо дубануть. Господи, я чуть не уснул с первой же поездки. Вот так. Просто джинь. Но это ничего не изменилось. Опять наврал. Да, это круто. Блин, наконец-то Camry. Что-то вот такое вот большое. Скажите мне, пожалуйста. Абсолютно новая Toyota Camry. Все ее ждали. Потому что, ну, то, что производили до этого, мягко говоря, уже устарело. Ее все равно покупали. Но даже продажи, когда тебя обгоняет Kia Optima, это, мягко говоря, звоночек. И вот новая Toyota Camry, глобальная, построенная на новой архитектуре. Но почему, скажите мне, Toyota, почему, когда я смотрю на нее, я вижу старую Toyota Camry? Причем не предыдущего поколения, а через поколение назад. Вот полное ощущение, что вы взяли и просто вот эту бороду прицепили к старой Camry. Что за бред? Это наследственность через поколение, какие-то там, где-то там. И это вы еще ее не видели сзади. Потому что, ну, спереди хотя бы вот эта вот морда, она для всех, ну, как лакмусовая, я не знаю, как не лакмусовая, как красная тряпка. Потому что все, кто видит, им говорят, да, это круто, блин, наконец-то Camry. Нет, какая-то агрессия появилась, дизайн, все дела. Но когда я вижу вот такую вот задницу... Нет, ну, понятное дело, она японская. И даже, знаете, я не буду сейчас об этом ничего говорить, там, про дизайн. Пусть японцы, как мы знаем, идут своим путем. Есть Mazda, которая делает суперкрасивые, просто нереально красивые тачки. И есть Toyota. Но здесь дело даже в другом. У нас на тесте топовая комплектация Toyota Camry, которая стоит 2340, 2350, короче, 2300+. Там плюс цвет вот этот синий, очень крутой. Цвет вообще никаких вопросов. Офигенный, всегда разный почему-то он. На солнце особенно крутой. Так вот, круче этой Camry просто быть не может. Но у нее столько косяков, вот столько просто каких-то вопросов, столько... Да она просто сделана. Я не знаю, я не знаю, как так делают японцы. Понимаете, такое ощущение, что они пытались экономить на всем. И все равно у них не получилось, потому что она стоит 2400. Практически. Что с этими фонарями не так? Почему они сделаны настолько просто? Ну, блин, ну вот на это смотреть просто невозможно. Ладно, здесь уже как бы все нормально, все клево горит. Но вот это вот, вот это вот, вот эта фольга какая-то там, ну, убого смотрится. Ну, не на машине за 2,3, за 2,4 она должна быть. Понимаете? Вы думаете, спереди лучше новые фары? Ну, вот эта решетка, вот это, вы можете сказать, что это фирменная черта Toyota. То есть, вот это вот у них, как у Audi, трапециевидная решетка. Поэтому ее нужно вот было из 2000-х начала годов достать и поставить сюда. Чтобы вроде как наследие там, все дела, круто. И это я еще молчу, то, что эта губа здоровая вот такая вот, конечно же, вы по поводу нее будете постоянно переживать. Потому что обычно бордюры у нас делают вот такие. Понимаете? И подъехать нормально, и встать как запарковаться, у вас вряд ли получится с такими автомобилями. Ну, то есть, сейчас все, в принципе, седаны практически так делают. Что-то вот такое вот большое. Но Camry, это гипертрофировано, по-моему. Так же, как и у Mazda 6. В принципе. Ну, ладно. Автомобиль начинается с того, как вы открываете дверь, понимаете? И какое впечатление он на вас производит. Сказать, что вот эти ручки, они тянут на 2,3, я не могу сказать. Но когда вы услышите звук закрывания двери, это просто финиш, друзья. Я бы не хотел, чтобы моя машина закрывала двери вот так. Не, вы вообще, вы вообще чувствуете? Трандец. Это трандец, друзья. Это тазик, просто таз, понимаете? Просто посмотрите вот на эту часть. Не на эту, а вот на эту. Как она трясется. Это капец. Здесь отсутствует шумоизоляция вообще. Поэтому двери звенят вот так вот, когда ты их закрываешь с таким дебильным звуком. Капот звенит, как на Волге просто. Но это ничего не изменилось. Это, в принципе, Camry верна себе называется. Но ты просто чувствуешь, что автомобиль удешевляли, как могли. И первое, на чем сэкономили, это шумоизоляция. Это качество исполнения каких-то там дверей, дверных ручек. Знаете, Toyota Camry, ну, понятное дело, она стала управляемой. Знаете, что я сделал здесь, когда я сюда приехал? Я решил посмотреть, насколько как бы она что управляется, там все дела. Ну, понимаете, машина клевая. Естественно, у нас в багажнике пролилась омывайка. Что случилось с багажником? Да и просто посмотрите. Я открываю багажник не для того, чтобы показать вам объем. Вы и так прекрасно знаете, что он здесь гигантский. И вы наверняка прекрасно знаете, что на багажнике многие японцы экономят. Но в Camry топовой я никак не ожидаю увидеть вот такую вот херню. Это полочка Toyota Camry. И она выглядит точно так же, как любая полочка в каком-нибудь Solaris, Rio и все такое. Если вы думаете, что здесь по обивке где-то что-то сильно лучше, то нет, не впечатляйтесь. Потому что с обивкой, вот на нее пролилась омывайка, друзья, посмотрите. С обивкой произошло следующее. Вот это вообще что? Так из чего это все сделано? То есть, вы понимаете, Camry все-таки отличалась хоть как-то в лучшую сторону от Mazda. Потому что настолько просто. В этом классе у нас раньше делали только Mazda. Теперь, видимо, все японцы делают вот такую вот херню. Черт бы с ним, с этим багажником, вы скажете. Я тогда буду кидать только сумки. И то вряд ли буду, потому что я купил седан. Типа, это же не кроссовер, чтобы возить там кучу вещей. Поэтому, скорее всего, я буду сидеть на задних местах и получать удовольствие. Ведь это же Camry. Однако, с этим поколением Camry пошла совершенно по другому пути. Она полностью перестроила платформу. То есть, она здесь совершенно новая. И то, что вы привыкли видеть в Camry, возможно, здесь кое-чего все-таки теперь не будет. Потому что машину пытались и сделали на самом деле гораздо более управляемой. Что значит для вас вот эти все слова про новую платформу и все такое? Раньше она ехала как кусок говна. Это абсолютно точно. Потому что вот, ну, я до сих пор под впечатлением, и это трудно достаточно забыть, после того, как дрифтанул практически на ровном месте на той Camry зимой. Ничего не чувствовав в автомобиле. Однако, в этом поколении кое-что все-таки исправили. Макферсон теперь здесь остался только спереди. А сзади у нас, друзья, многорычажка. Представляете? Многорычажка на Camry. Кто-то из японцев наконец-таки подумал об управляемости своих автомобилей. А обычно, когда люди начинают думать об управляемости, с комфортом, тем самым, на который всегда был нацелен этот автомобиль, наблюдаются некоторые проблемы. Главный удар новой платформы был нанесен, конечно же, по задним местам. Потому что, ну, во-первых, посмотрите, насколько открывается дверь. То есть я теперь, я, задний пассажир, здесь не главный. Дверь даже не может открыться на полную. То есть я должен как-то здесь чуть-чуть корячиться уже. Во-вторых, вы посмотрите, это шок. Это просто шок. Я сажусь сейчас сам за собой и сижу практически впритык. В Camry. То есть это больше не лидер сегмента по простору на задних сиденьях. Японцы решили, что это слишком скучная категория, в которой они бы лидировали. Ведь теперь это не будет VIP-такси. Это же всегда был автомобиль для корпоративных парков. Для тех, кто будет, кого они будут возить на задних местах. И теперь здесь не так и много места. Вот в чем фишка. Да, конечно же, здесь есть вот этот суперподлокотник, который сейчас надо протереть. Вот я одновременно с этим регулирую спинку. Хорошо, что только ту. А, ну вот здесь, если бы тер, то и эту. Как вы понимаете, здесь есть электропривод, которым я управляю. Вот так вот. Прекрасный электропривод. Ну, сделали сенсорное, понимаете? Круто же. Две розеточки USB есть. И посмотрите, появился еще тоннель. Тоннель при том, что эта Camry не полноприводная. И у нас полноприводности этой Camry ждать не стоит. Однако, где-то на других рынках она может быть полноприводной. У нас единственное, для чего этот тоннель нужен, туда спрятали выхлопную трубу и хоть немножко как бы сделали ровное днище. То есть это тоже, в принципе, пошло на пользу. Но расскажите это вашему третьему пассажиру. Как только появились первые изображения Toyota Camry, вы все заметили, что Camry, наконец-то, дизайн. Наконец-то, какие-то линии. Хоть что-то более-менее современное. Посмотрите. Это же практически Lexus, говорят все. Но то, за что я всегда ненавидел Camry. Типа вставки под дерево, которые из пластмассок каких-то странных очень собраны. Теперь это сделано действительно круто. Потому что это сделано под металлическое дерево. То есть не просто какое-то там дерево. Когда вы заведете это автомобиль, вроде бы выглядит все неплохо. Теперь это уже не магнитола с 90-х. Это магнитола из начала 2000-х. С вот этими тоненькими кнопульками. То есть это, видимо, Toyota считает, что это эргономично и нормально. На полностью вот такого черной лакированной стеклянной, практически пластиковой, я уж не знаю, что это, поверхности. На которой, естественно, собирается пыль. То есть здесь тоже нужна уже тряпочка, как, в принципе, и со всеми сейчас автомобилями. Но когда ты заведешь автомобиль, ты поймешь, в чем подвох. Сейчас подождем. Посмотрите, космос, космос, все дела. Сейчас, 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 давай. Камри, давай. Ты можешь. Толщина вот этой вот на шлепке прозрачной, она, знаете, как в терминалах. То есть вот ты управляешь, как будто бы от тебя вот это защитили. Этот дисплей супер драгоценный. Но, черт побери, этот дисплей настолько убогий. Убогий. Охренеть, Саня, ёпарасет. Ты это видел? Я еще это вчера пальцем так же трогал. Твою ж мать. Это что, бриллиантовый свет? Обалдеть. Я вспоминаю сразу бабушкины люстры вот с этими висюльками клевыми. Здесь главный шок, друзья, не от того, что там дизайн, там, ну дизайн тоже, да, это плюс. Камри в интерьере стало лучше сто процентов. Но самое главное, не только лучше, она стала эргономичнее и удобнее, даже несмотря на вот эти тонюсенькие кнопки. Здесь есть очень крутые нововведения, за которые не ругал Тойота, только ленивый. Это кнопки. Раньше, чтобы найти кнопку, например, чего бы то ни было, ну, не знаю, открывание багажника. Но в основном все кнопки, которые вам нужны были, они располагались где-то вот здесь примерно. То есть вы там, ну, когда-нибудь как-то там с эндоскопом вот так вот найдете, с зеркальцем там, посмотрите. В принципе, можно было ткнуть. Но теперь все кнопки практически, которые вам нужны, сделаны отлично и на видном месте. Тойота, что с тобой? Неужели вы наняли эргономисты, наконец-таки? Про сидения я скажу лишь одну вещь. Они удобные. Представляете, в Тойоте Камри я не устаю. У них появилась боковая поддержка. Они мягкие и комфортные. По сравнению со всеми сидениями, которые есть у Вага, они примерно раза в четыре комфортнее по мягкости именно, чем их сидения. И у них есть вот такая вот коричневая полоска. Д. Дизайн. Но самое главное, от чего вы действительно пропретесь, и от чего я был в шоке прям сразу, я заметил это. А когда наступила ночь, ты еще больше это понимаешь. Это панель приборов. Ну, как сказать вам, она такая же, как у Вага стала. Отличный шрифт, хороший размер, простые стрелочные приборы, которые выполнены стильно. Но есть ложка дегтя. Вот тот самый дисплей, который полностью электронный между колодцами приборов. Сказать, что ты быстро или что-то все там понимаешь, как, что, где находится, это как бы нет, я не могу. Навигация, например, до сих пор меня куда-то ведет. Куда-то постоянно я запускаю автомобиль, навигация меня куда-то ведет. Хотя я уже не раз нажимал именно в этой навигации прекратить или что-то типа того. Но с другой стороны, в этом интерьере больше меня вообще ничего не задевает. Хотя нет, опять наврал. Еще одна мелочь, которая заметна, ну, будет заметна практически всем. Ни в одном автомобиле, вот уж поверьте мне, ни в одном. Если вы напишите мне в комментариях, в каком автомобиле сделано так же, я пришлю вам наклейку ClickOnCar. Ни в одном другом автомобиле я еще не видел так сделанной кнопки нажимания на рычаг коробки передач. Потому что первое, что я делаю, когда вижу вот такую кнопку, я нажимаю на нее вот так. То есть вот так. А на нее нужно нажимать вот так. Снизу вверх. То есть обычно все кнопки ты нажал и руку перевел. Все, ты переводишь. А здесь, видимо, от случайных вот таких вот нажатий, Toyota придумала вот так вот. Ты должен сначала вот так нажать, а потом уже переводить селектор. И хрен, ты там его переведешь все равно. Прикольная функция. Это то, что автоматический ручник снимается. И, наконец-то, это в Toyota. И это работает круто, быстро и удобно. И еще одна вещь, которой никогда не было у Toyota. Проекционный дисплей в Toyota. Вы чувствуете? Вы просто понимаете, к чему пришла Toyota. У нее есть адаптивный круиз-контроль, который тормозит, держит дистанцию. У нее есть система управления и удержания в полосе, которая по разметке вас обратно заправляет. Правда, честно говоря, это работает так себе. Ты уже за, когда заезжаешь за разметку, она тебя обратно возвращает. То есть это опасная система. Я бы ей не доверял настолько, насколько хорошо это работает, например, на тех же Tiguan, Тирамонте и на Котиаке. В чем последнем мы ездили из вагон. Расход топлива вас, конечно же, волнует. 3,5 двигатель, расход топлива 11,9. Все. То есть, если это, конечно, загородный какой-то цикл, где какая-то езда, то может быть 11. Но в основном это вот 12 литров. Ну, теперь мы откроем капот не для того, чтобы поржать над звуком его закрывания, друзья. Главный удар по Камре, который почему-то, ну, мне был непонятен, понимаете? Под капотом у нашего автомобиля 3,5-литровый V6. Этот двигатель уже нового поколения. Он выдает более 300 сил не у нас. У нас, естественно, его опять задушили, вписали во все налоги. И он выдает 250. И вы скажете, отлично, прекрасно, куплю такой. Но, понимаете, есть одна проблема. Эта машина стала медленнее, чем предыдущая. И еще медленнее, чем пред-пред-предыдущая. То есть, первое, что нужно сделать с этим двигателем, его расчиповать. А специально для тех, кто хочет увеличить мощность своего автомобиля без каких-либо последствий для гарантийного обслуживания, я хочу порекомендовать блок увеличения мощности из Германии GEN GT. Оно абсолютно легко устанавливается под капот, надежное, работает, как мы уже выяснили на втором канале. Увеличивает мощность вашего автомобиля до 30% в зависимости от типа двигателя. При этом, не обязательно пользоваться этой мощностью всегда, потому что вместе с установкой вы ставите себе приложение. И если вам не нужна мощность, вы можете выбрать режим эко и экономить топливо. Так что, если вы уже его захотели, то бегом скорее в описание. Там вас ждет промокод со скидкой в 25%, который действует, внимание, в течение ровно месяца с момента выхода этого видео. С другой стороны, это круто, что вы можете так сделать, потому что, ну, вы достанете все-таки ту динамику. Но 7,7, друзья, 7,7. Однако, с этими секундами есть небольшой подвох. И вот тут мы переходим как раз к той части, в которой Toyota Camry, несомненно, хороша. Я даже не буду ездить сегодня на заднем сидении, друзья. Знаете, почему? Потому что я знаю, почему они сделали такую херовую шумоизоляцию. Чтобы лучше слышать этот двигатель. Все-таки двигатель, нужно отдать ему должное. С коробкой, с 8-ступенчатым автоматом. Все было бы неплохо, друзья. Потому что и педаль газа выдает очень неплохие реакции. То есть вот, когда уже на передаче, тебе не нужно переключаться, потому что автомат и есть одна особенность. Он немножко тупит. Единственный, кто фальшивит вот в этом сильно оркестре, в отличном, я считаю. Потому что звук двигателя, сам двигатель, блин, ну это то, что надо. Он надежный, он с запасом по моменту, момента до хрена, он везде, у него хороший звук, приятно ездить. Если бы еще чуть более расторопным был автомат. Да, есть лепестки. То есть ты сам можешь управлять Camry. Но, к сожалению, это, наверное, в принципе, единственное, что не дает мне уснуть за рулем этой машины, это реально этот двигатель. Но, к сожалению, это Camry. Поэтому никто этими лепестками, скорее всего, пользоваться и не собирался никогда в жизни. Они впервые их увидят-то спустя полгода после покупки. С двигателем, с его энерговооруженностью, никаких проблем. Если у вас есть сомнения, то у меня для вас есть целых два заезда. Первый. Kia Optima GT. Погнали. Она, ну, блин, она по-другому совсем едет. Второй. BMW 520 дизель, полный привод. Ох, рывок хороший. Если вы думаете, что эта Camry мне не понравилась, то вы очень сильно ошибаетесь. Даже при всем при том, что в ней есть вот этот миллиард каких-то косяков, которые тебя просто бесит, и ты в шоке от того, как она сделана. Эта тачка все равно крутая. И хорошо, что она у нас именно вот в такой комплектации, потому что боюсь, что если бы она была 2 литра или даже 2,5, что, в принципе, без разницы для такого автомобиля, уж точно, уж поверьте мне, не стоит даже переплачивать. Есть одна особенность Toyota Camry. Ты засыпаешь. Ты засыпаешь с любым двигателем, который у тебя есть. Но нам повезло. 3,5 литра все-таки кое на что способен. Мощь V6, друзья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь метров бёрнаута на Camry. Я, блин, в шоке просто. Ха-ха-ха. На самом деле я ожидал от этой машины ухудшения ее характеристик. Но знаете, мне по-настоящему она понравилась. То есть я просто получаю удовольствие от каждодневной езды на Toyota Camry. Почему я так говорю? Да потому что я впервые в жизни радуюсь тому, какое рулевое управление на Toyota. Оно не просто там где-то, но на Camry предыдущей это был ужас. На самом деле оно было чересчур легкое и резкое. Ты не чувствовал машину вообще нисколько. А шасси, к тому же, тебе в этом еще и не помогало. То есть ты мало того, что за поведением шасси не поспевал, так еще и на руле этого ничего не было. Сейчас у Camry по-настоящему слаженный какой-то механизм и с подвеской, потому что машина стала действительно управляемее. Camry управляемее стала. И я не ругаю ее за руль, он нормальный. Однако, если вы думаете, что Camry теперь может посоперничать в азартности и в удовольствии от управления с какими-то там признанными лидерами, то нет, друзья, нет. Это она стала управляемее, чем было, но не стала суперуправляемым лидером всех автомобилей, которые всегда такими были. Нет. Несмотря на то, что вот мы посмотрели в слоу-мо, что машина по кренам достаточно много их выдает, но ты благодаря вот опять же, наверное, и распорке, и усиленной вот этой жесткости кузова на 30%, ты все-таки в машину чувствуешь неплохо. И она, ее очень сложно сорвать. Вот что самое главное. Ее в занос отправить с выключенной системой стабилизации на ровной сухой поверхности очень сложно. Это нужна очень большая скорость и у нее такой баланс, знаете, больше, конечно же, на переднюю ось, но жопа нелегкая, то есть она не улетает, как на предыдущей модели. Ты этого не чувствуешь? Такого прям вихляния, не пойми, что. Офигеть! Просто офигеть! На к 40 весе стреляли. Какой 40? Здесь поворот такой, что надо тупануть! 40 у них! Ну, блин, ну, Camry, вот она фишка в том, что она эту скорость свою набирает. О! Наконец-то я прочувствовал то самое, что было раньше! Сейчас жопа под сброс газа немножко в повороте все-таки пошла. Да, надо тестить зимой, друзья, Toyota Camry, посмотреть как. Но, блин, система настроена сейчас, конечно, гораздо лучше, чем раньше. И ты ощущаешь, что самое главное, машину гораздо лучше, чем раньше. Так вот, есть одна особенность. Если вы думаете, что все равно Camry у вас суперуправляемая тачка, то нет. Все-таки передний привод и все-таки очень много мощности. Поэтому, когда ты на выходе из поворота, если ты слишком рано добавляешь газ, то она просто уплывает наружу. Просто в любой непонятной ситуации под добавление газа она уплывает наружу. Вот это главная особенность. То есть, шасси неплохое, но передний привод никуда от него не деться. Тут с ним ничего не сделали. Вот это паразитное лишнее подруливание вот этой передней оси. Эффект чрезмерно избыточной мощности на передней оси, он, конечно, присутствует. С ним здесь не боролись ни капли. Макферсон с ним, в принципе, очень с трудом всегда жил и существовал. То есть, только какие-то супер вот эти поворотные кулаки, как на Focus RS, на Astrio PC. То есть, то, что вот это пытаются придумывать, это нужно по-любому. Для такой машины это нужно. Здесь у Camry, конечно же, этого ничего нет. Поэтому добавил газ, поехал наружу. Я думаю, каждый из вас все равно переживает, осталось ли Camry комфортным автомобилем. И тут ну, я могу сказать, что можете все свои переживания отложить до будущих времен. Видимо, еще не до конца там в голову вступила Toyota управляемость и все такое, потому что машина в первую очередь подкупает теперь уже совокупностью всех своих качеств. Сейчас в Camry ну, как вам сказать, стало больше азарта? Ну, как азарта? Если, конечно, какого азарта? Господи, я чуть не уснул в первую же поездку. Нет, не азарта. Просто понимание автомобиля стало больше. Но при этом весь этот комфорт он на месте. И это главное, потому что я получаю удовольствие от езды на Camry благодаря ее комфортной подвеске и адекватности всего остального. Вот, пожалуйста. Блин, да офигенно. Просто офигенно. Это вот наш растворившийся асфальт. Без таких прям, конечно, суперкрупных колдобин. Самое главное, что для меня это перевешивает все ее минусы. Как бы она говенна не была сделана, как бы не экономил производитель на всем, чем только можно в этой Camry, все равно ее плюсы серьезно перевешивают ее недостатки. Да, вам придется сделать шумку. Да, вам придется расчиповать ее, чтобы после того, как вы сделали шумку и утяжелили автомобиль, она снова поехала те же секунды, а то может быть и быстрее. Все-таки я бы хотел, наверное, чтобы она выдавала всю свою мощность, а не только ту, которую ей тут ограничили что-то. Но самое главное, что у нее нет проблем во всем остальном. и это и есть мой главный вывод по этой Camry. Мне она понравилась. И если вы благодарочер и всю жизнь переживаете, все равно где-то там у вас под коркой сидит, что когда-нибудь ваш ваг все равно придется продать, потому что он ненадежный и пусть кто-нибудь еще там ездит, то Camry вы можете взять и бушную, понимаете? Самое это главное. Понимаешь своей головой, своими мозгами, что в ней еще достаточно ресурса, чтобы вы на ней поездили и не парились. И это главное. Так что Camry это по-прежнему тот самый автомобиль, который не доставляет вам хлопот, умиротворяет, успокаивает. И если это версия 3.5, потому что я не знаю, как я бы ездил на других, 100% я бы уснул и ничего бы в ней тогда такого прям прекрасного я бы не нашел, потому что двигатель, связка вот эта, она прям затмевает все. На этом все. С вами был Михаил Кульдеев и до встречи в следующем видео. Редактор субтитров